Так, ну сегодня я хотел продолжить, в прошлый раз у нас именно был по-сознанию и там как вопрос возник с бытием, да, я бы, как бы, я, честно говоря, затруднился на него ответить. Вообще говоря, получается так, что если философия не ставится, вопросов уйти, то философия превращается в нечто подобное науке, да, какой-нибудь там частной, потому что именно в частной науке занимаются какие-то содержание, да, и, собственно, у меня постоянно было такое впечатление, что, как бы, занимаясь сознанием, мы на лаборатории, честно говоря, занимаемся, что-то похожее на там, ну, что-то среднее между феноменологией и психологией, да, там, пытаемся исследовать, в общем, всю содержательность, и, в общем, где философия там начинается, не очень было понятно, и вообще такая проблема стала. И вот сейчас просто я хотел, как бы, мы об этом вопросе тоже обсуждали, но в лаборатории попытаться, как бы, объяснить, на самом деле, что реально все-таки мы занимаемся философией, потому что вдруг возник, и откуда ни возьмись, что называется, вопрос о бытии, да, как бы, и это, и это существенное, на самом деле, уточнение, связанное как раз с тем, как понимается сознание. Ну, для того, чтобы этот вопрос объяснить, надо сначала ввести некоторые термины, вот у нас постоянно идет такое различение, как вот есть способности, способности, ну, мы возьмем две способности для того, чтобы просто проще было обсуждать это вот это мышление, мышление и восприятие. Ну, и со способностями связана следующая речь, что каждой способности, каждой способности соответствует свой предмет, а вот здесь такой, а субъект? Субъект, вот здесь выражена способность, просто... Нет, у тебя два, два субъекта или один? Я специально, как бы, про субъект здесь ничего не говорю, для того, чтобы этот вопрос здесь не обсуждать, пока. Вообще говоря, на самом деле, у каждой способности соответствует свой субъект. Да, то есть стол, который я мыслю, и стол, который я воспринимаю в этот же самый момент, это два разных стола. Да. В один и тот же момент. Это два разных способа существования стола. Один раз существует как смысл, а другой раз существует... Нет, ты же сказал, что каждой способности свой предмет. Да. А потому что я различаю предметы объект. Объект один, а тогда предметы два. Каждая способность берет... А откуда известно, что объект один? Ну вот с этим вопросом как раз связаны вопросы бытия. То есть ты просто пытаешься забежать вперед, чтобы выяснить этот вопрос, который я хочу рассказать. Помните, просто из-за того, что существует такая логика, я говорил о том, что возникает ослоение... предмет, ну я говорил о расслойении объекта, да? На самом деле здесь непонятно. Мне приходится, придется все-таки забежать. Слоение мира, вот я объяснял. Да, расслоение мира. Вот лучше... Потому что нельзя говорить о объекте, потому что тебе надо показать, что он не относится к нему другу. Да, я согласен. Поэтому мы будем говорить о расслойении мира. Вот он как бы вот так вот расслойился в зависимости от того, от наших способностей. Да, вот тут расслойился предмет в зависимости от того, как расслойилась способность сама. Способность у нас... У нас какой-то... Ну, будем считать, что у нас две способности, но какое-то н-ое количество способностей. Она расслойила... Каждый способностей соответствует свой предмет. Вот, допустим, первая способность, вторая, третья способность. И здесь соответствующие предметы. Предметы один, предмет два, предмет три. Я просто ставился и совершенно правильно ставил. как вот как вот эти три предмета да они как они связаны если наш мир весь так вот распался как в соответствии разделился соответствии со разделением способностей вообще встал вопрос о том как вот так получилось что когда смотрим на стол там на самом деле 300 вот этот вопрос реш которой не избаваться вот это как бы и коренится ответная у нас собственно лица уж его поступил то что почему сознание не может быть способности когда мы говорим что кажется способность наcje специфический предмет, потому что, например, слуху соответствуют звуке, видению соответствуют образе, а мышлению соответствуют мысли или смыслы. Сознанию такого специфического предмета нет, но зато сознанию дан любой другой предмет. Любой предмет способности дан сознанию, потому что сознание присутствует везде. Если нет сознания, то нет ничего. Поэтому, когда мы мыслим, то для того, чтобы это мышление для нас присутствовало, необходимо свидетельствовать сознанию, чтобы мы мыслили. это считает лгоспligtный занятие чтобы этого с приятел я рисую этим способом что я говорю о том что осознания такая я лечат посту я мысли что мысль а как его 독 flip his знания не возьми нам не мужadle что мысли я сознаю и осознаю пута у rivalomes что такое liebe а сознаниеisu hanya способностей она не способен когда оно что это тогда такое тачать не будет сознанием с Казалось всегда, что я сознаю, что воспринимают, означает, что я мыслью, понимаю... Потому что в классической философии сознание и мышление, например, у людей, это одно и то же. И КАНСК это склонен к тому, чтобы сознание и мышление отождествлять. Хотя в нашем языке вроде присутствуют различия, и в немецком языке присутствуют различия между мышлением и сознанием, тем не менее, почему-то классическая философия в принципе не занимается попыткой их различить, точнее. Они почему-то их отождествляют. Хотя их различие лежит на поверхности просто потому, что в сознании присутствует и восприятие, и мышление, в любой способности присутствует сознание. Поэтому нельзя сознание свести и рядоположен поставить другими способностями. Это есть нечто особенное, потому что у него предметы могут служить любой предмет. Значит, надо как бы сознанием заниматься отдельно и пытаться разобраться, что же это такое. Не говоря уже о том, что сознание так связано с субъектом, что мышление может не быть, а субъект есть. Может восприятие даже не быть, а субъект есть. А если сознания нет, то и даже субъекта нет. Настолько сознание фундаментальное, не нечто фундаментальное, что без него вообще невозможно обойтись. Сознание – это единственное условие, без которого нет ничего. Например, можно говорить о том, что без понятия нет знания, но тем не менее это не является фундаментальным условием. В конце концов, можно говорить о непосредственном знании, а именно знании, которое он сразу глаза открыл, видишь, видение, слышание и ощущение – это непосредственное знание. То есть в каком-то смысле необходимость мышления и еще необходимость понятия является строгой необходимостью. Необходимость можно устранить, ее можно отбросить. А вот сознание вообще никак нельзя отбросить, ни в смысле знания, ни в смысле даже существования. И вот, когда мы говорим о том, что предметом сознания является любой предмет любой способности, мы обратили на это внимание, и как вы с этим попытались поработать. В чем тут дело? Вот я когда говорил, здесь вот рисовал, что предмет, давайте как-то теперь попытаемся разобраться. Я все равно думаю, для камеры нам не видно, поскольку ты полностью затослабляешь. Да? Всю доску. Ну давайте тогда я просто на слова скажу. Вот смотрите. Ага, видно только мне, я думаю. Получается так, что поскольку каждая способность, она что делает? Это некий способ, каким образом способность, как бы вот как магнит, допустим, да? Вот допустим, у нас смешанные пластмассовые и железные частицы. И вот способность можно просто вот такую метафору избрать, да? Способность это как магнит, да? Магнит раз, направлено на эту кучу, да? И выхватывает из нее только то, что может выходить, а именно металлические части. А все части другие, это пластмассы, они остаются. И вот каждая способность, она именно вот так избирательно подходит к тому, что высвечивает в мире, да? Даже все-таки высвечивает или вытягивает? Она преобразует предмет в смысле того, что она у него активно действует? Ну, как бы это... Нет, этот вопрос можно обсуждать. На самом деле это вопрос как бы как раскапывательский вопрос, да. Сознание может... Она преобразует, да, действительно. Вытягивая, как бы она на самом деле... То, что она вытягивает, как бы она может быть... Ну, ломать мир, да. Был мир, она взяла его... Да, она его адаптирует к тому, как она может его принять. Да, каждая способность, она его редуцирует. Уж таки. Нет, это было бы еще нормально, если бы она его просто редуцировала и преобразовывала. Вот если она в прямом смысле, как магнит вытягивает опилки из пластмассы, вот это было бы вообще сильно. Нет, ну здесь, в конце концов, ведь в мире есть некая тотальность, да. А почему она разбивается по таким особенностям, как способность? Почему он раскалывается на многообразие? Ну, мир, условно говоря, вот как, например, предпринималась в древней философии, это и цельный кусок монолипы, да. Почему мир распадается? Ну, вот, пусть взять философию применения, что такое мир? Это сущее, цельномонолитное сущее. Почему оно распадается на многообразие? Потому что мы это многообразие вносим с помощью способностей. У нас много способностей и, согласно каждой способности, мир, по этой способностям, как по каналу, да, он раскалывается. И теперь, когда мы уже имеем дело уже с тем же, что из монолита сделали способности, мы теперь должны разбираться как-то синтезировать это разнообразие. Как-то разбираться с этим разнообразием. Вообще говоря, было бы правильно, на самом деле, к этому миру относиться как-то цельно. Вот, допустим, Хадигер предлагает относиться к нему как к переживанию, то есть переживать его. Помнишь, ты разговор ввел по Хадигере? Вообще говоря, что такое переживание? Это попытка взять мир, вот его цельности. Не раскалывать его по способностям, да, полностью его сохранить. Так вот, как полный монолит вот этот, его так попытаться взять. Ну, это как бы мы немножко отклонились, а суть вопроса в принципе состоит. Вот, если мир по нашим каналам рассказывается на многообразии, почему же все-таки, как бы, он все-таки потом как-то собирается? Почему вообще, говоря, мы говорим о мире как о целом? Почему вообще идет разговор о сущем и бытии? Вот, если, опять же, картинку я стер, если как бы вспомнить, что такое способности, способности разбираются с содержательностью мира. Способности никакого отношения к бытию не имеют. Вообще говоря, вот эти вот, то, что способности таковы, какова они есть, это связано с тем, как он вообще устроен у нас в науке, да, в науке чем заниматься? Они занимаются содержанием мира, частной науки. Допустим, мы говорим, вот, я почему говорю, каждая способность соответствует свой предмет. Вот мы говорим, например, предмет философии, или предмет психологии, или, говорим, предмет, допустим, физики. То есть, каждая наука, как вот, можно науку сравнить с способностью, да, человека, она выхватывает в целокупности мира вот некие аспекты, да, вот, которые ей интересны. Физика там выхватывает движения, да, там, это структура вещества, допустим, там, химия, там, это... Вот, кстати, такой вопрос, что мир монолит. Но если у нас есть разные способности, то, как бы, наше... То есть, уже по факту, наша связь с миром как-то опосредована, значит, нашим телом. Значит, в нашем теле уже, видимо, какие-то разбиения уже существуют, наверное. А оно же, как бы, часть мира, то есть... Нет, ну, понятное дело, что... Значит, уже мир не монолит просто? Ну, это же двойной разговор. Всегда, когда мы говорим, что мир есть монолит, это, на самом деле, умозаключение из предыдущего состояния. Все-таки он монолит или смесь опилок с железом? Что значит, он не монолит? Я же не... Сейчас сразу говорю не о мире. Я говорю, ого, естьобытует такое представление, да, которое является умозаключением из предыдущего состояния. А именно, вот, про меня как рассуждать, что мир есть монолит, да? Что бытие есть, а не бытие нет. Каким образом он это делает? Он как раз исходит из того, что есть многообразие видимое, слышимое, чувствуемое. И он заключает, что это многообразие на самом деле в смысле какого-то аспекта, а именно бытия, он у монолита. Берется какой-то аспект, сплачивается сущим. Мир превращается в монолит. Конечно же, это же вывод. Понимаешь, на самом деле правильно было бы говорить, что мир одновременно и монолит, и многообразие. Но мы не можем сказать, на самом деле мир таков, или это способ наших отношений к миру. Вот как высказаться о мире самом по себе? Вообще, возможно ли антология, которую можно было бы высказаться о мире, как он есть сам по себе? Или все-таки всякая антология будет опираться на гносеологию и рассматривать мир с позиции познающего? То есть для нас мир одновременно и монолитен, поскольку есть такой аспект, как бытие, и сущие с сущим сплачивается. В смысле бытие. Все есть бытие, не бытие и нет. И как бы между сущим и сущим нет не бытия. Все есть бытие, сущие с сущим сплачивается. Либо надо говорить о том, что мир есть на разнообразии. И то, и другое верно. С точки зрения философии, эти две позиции, они просто взаимодополняющие позиции. И надо рассматривать их одновременно. А не так, как, например, в религии проявляется. Что надо редуцировать все к одному какому-то единству. Потому что это редуцирование всегда есть требование долженствования. Есть какая-то этическая норма, допустим, она долженствует, чтобы было добро, только добро, а не было зла. Вообще всякое разнообразие, всякое множество, всегда понимается как зло. Множество зло, а вот монолит это добро. Поэтому почему, как бы, вот, чем больше, чем дальше, тут еще есть аналогии центра и периферии, да, вот чем ближе к центру, тем добрее, там, чем дальше и к центру. Монолит, как бы, но вот у него есть, как бы, концентрации разные, да, в центре больше, как бы, а там меньше, концентрация бытия. Поэтому там, где концентрация больше, там добрее, как бы, а там, где дальше, туда, там, на периферии, там злее, как бы. Это вот, неоплатоническое представление о том, как этот монолит устроен. То есть, если в монолите есть различные концентрации бытия, если так можно выразиться, то опять же возникает множественность. Вообще разговор о множественности бытия – это один из основных разговоров о философии. Он постоянно вокруг этих разговоров уходит. Ну ладно, это опять же некое отступление. Просто что я хотел сказать? Я хотел сказать о том, каким же образом нам дано бытие как бытие. А поскольку есть и способности, они как раз с содержательностью мира имеют отношение, и вообще все науки построены на способностях, и даже как бы если взять ее физику, даже если она оснащает эти способности какими-то приборами, какими-то там… Ну то есть, ты относишься к одному миру, у тебя есть две разные способности, поэтому у тебя есть две разных науки – физика и химия. Ну я взял две, потому что я изучать способности… Но физика и химия, они разные, потому что две разные способности восприятия есть? Нет, есть аналогии между тем, как устроено различие науки и как устроено различие способностей. Конечно же, разве различие химии и физики не лежит по линии различия способностей восприятия? Конечно. Не лежит, конечно. Но есть аналогия, есть аналогия какая-то между тем, как различается химия и физика, и как различается мышление и восприятие. Они различаются в том, что… Восприятие… Восприятие я это еще и понимаю в себе, у тебя есть слух, у тебя есть зрение, у тебя есть слуховой предмет и такое… А мышление берет смыслы. А мышление, оно внутри себя так же различено, как слух и зрение, оно единственное? Некоторые философы типа Канта хотят и мышление различать. На рассудок разбивает и на разум. Хорошо. Нет, про мышление оно тоже так различено, нет? Ну я же объясняю. Или у тебя есть, подожди, у тебя есть зрение, слух, обоняние, сезание и мышление? Нет, мышление некоторые различают внутри. Я просто… Я просто… Это не вопрос к докладу. К способностям, к способностям я возвращаюсь сказать способностям. А на способности одна конечная способность, а другая бесконечная способность. Слушай, слух, зрение, осязание и мышление. Да. Но мышление, если хочешь, я могу… Мышление, например, в классической философии Канта и Бигеля, оно разбито на рассудок и разум. Рассудок – это и конечное мышление, оно имеет дело только с конечными феноменами, а разум, он такой… Нет, мышление, оно как способность состоит в ряду способностей восприятия человеческого? Нет, оно в ряду вообще способностей состоит. Потому что есть еще способность представления, способность фантазирования, есть способность там… Воображение, в смысле? Воображение, да. Воображение. Воспоминание и способность. Воспоминание и способность. Воспоминание, правильно. Но я просто не берусь… А воспоминание и воображение – это такие штуки, которые… Смотри, в чем состоит структура способностей? Как зрение отличается от слуха, как же воображение отличается от мышления. Ну, у них у всех есть структура способности, есть предмет, есть акты, которые направлены на этот предмет. У каждой способности есть такая вещь, как акты и предмет. Акты мышления, мы различаем как мышление, как деятельность, и мышление мы различаем как мысль, как некоторый объект, на который это деятельность. Я говорю предмет, потому что объект я зарезервировал для другого понимания. И предмет есть, мысль. Вот каждая способность так состоит. а у сознания такого нет. У сознания нет такого предмета, нет такого предмета, как сознание, нет такого здесь. А здесь есть разные мысли или смыслы. Каждая способность такова. Каждая способность такова. У мышления есть предмет, который представляет собой некий смысл. Да, и она различима с некой внешней точки зрения, делится на акты и собственные методы. Акты, деятельность, действия. И зрение точно так же у тебя. У тебя есть премия зрения и способность зрения. А кому эта способность дана? Пока мы не обсуждаем, кому дана. Дана субъекту, человеку дана. То есть, кто различает внутри? Пусть будет субъект. Разве это что-то изменит? Ну, субъект. Нет, а каким способом он это делает? Нет, дело в том, что как бы каждый... Вот классическая позиция, она состояла, что у тебя есть из каждого зрения, а ты зришь предмет, да? Да. Но при помощи мышления ты различаешь собственно способность зрения, а собственно предмета. Не, не с помощью мышления, а с помощью сознания. Правильно. Ну, почему так? А потому что мышление переходит от смысла к смыслу. Вот есть один смысл, другой смысл, третий смысл. А как иначе? Я хочу как бы показать различие сознания и мышления. Я на этом настаиваю. А ты мне говоришь, давайте будем это различать. Ну... Я и пытаюсь двигаться именно в различие. Это как это дело различает от мышления, мне казалось. То есть как сознание и мышление различны? Сознание различает это при помощи мышления. Сознание различает от предмета при помощи мышления, мне казалось. Нет. Что сознание это как бы субъект, есть некий. Помнишь, я в прошлый раз говорил, что сознание есть пространство, это отношение. Она просто различает, как отношение. Вот есть некие отношения. Вот она просто видит это отношение, просто видит его, принимает. Ну вот смотри, для того, чтобы это пояснить, я понимаю, что тут весь вся заглоска. Вот когда мы так рисуем, то субъект активен, и он направлен на некий объект. Хорошо, я буду рисовать. А теперь вот обратная ситуация. А почему никогда вот эту ситуацию забывают постоянно? Что здесь активность, а здесь это пассивность, постижение. Вот есть первый акт, активность, а есть второй акт, постижение. Допустим, вот в первом акте, как вот в философии этого Канда, направленном на мир сам по себе, возникает явление. А потом это явление постигается, вот потом это явление и постигается обратно. Вот это пассивность элемент. Ты как бы вот, когда говоришь про мышление, ты все на это упираешь. А вот это как? Да, потому что это не является новостью. Вот это-то... В неком пассивном акте объект познает сознание, субъект. Нет, субъект постигает. Вот смотри, вот в первом акте, допустим, если берем философию Канта, для того, чтобы было просто наиболее наглядно, в первом акте мы, вещей в себе, благодаря познавательным способностям у нас возникает явление, а во втором акте уже эти явления постигаются, мы их принимаем внутрь, воспринимаем их, созерцаем. Первое явление созерцается, воспринимается, это второй акт, акт пассивности. Вот здесь первого акта, акт набрасывания, акт активности, набрасывания, когда наши способности познавательные. Вышление предметов, умение пространства и времени, первое. Да, а второй акт, в этом пространстве и времени это все постигается. Сначала активный акт набрасывания наших познавательных способностей, второй акт, пассивный акт воспринимания, как они есть. То есть созерцание, собственно. Конечно же, это происходит внутри одной способности созерцания, но, тем не менее, это различные направления. Одна, как бы, наша познательная способность направлена на мир, а другое, как бы, после того, как состоялось, формирование мира состоялось, когда мир превратился в мир явлений, да, как бы, мы теперь эти явления постигаем, принимаем, обратно воспринимаем, присозерцаем. Вот этот пункт, вот этот, и есть связан с сознанием, как раз, вот этот, второй акт, вот этот вот акт полностью связан со способностями, наши способности направлены на объект, способности. А вот этот акт связан с сознанием, потому что тут воспринимание, тут есть некий момент пассивности, помните, я говорил о том, что сознание, оно, как бы, существует, как некая, как пространственность какая-то, да, пространственное соотношение. Вот как она, подкуда она берется? Да вот она вот здесь и берется. И вот эти субъекты, на самом деле, в классической философии, они равны. Но на самом деле, если посмотреть, как устроена ситуация, они не равны. Этот субъект активный, он вводится в неком контексте, связанном с тем, как наши познавательные способности вообще набрасываются, как они его преобразуют. Здесь возникает, например, различие вещей в себе, там, и это вещи в себе, и явления, и так далее. То есть, одна ситуация, а тут ситуация совсем другая. Тут уже вообще разговор о вещах в себе вообще не идет. Тут идет в разговор о явлениях. То есть, фактически, явления вот потом постигаются. Так они постигаются как? Это уже один другой субъект. Это раз субъект, два субъекта. Субъекты разные. Ну, все-таки разные субъекты. Ну, если мы с классической философии говорим, то они не разные. Вообще, в классической философии субъект вообще один. Везде один и тот же субъект. Ну, когда... Нет, я могу тебе объяснить, потому что, если эти субъекты не разные, то тогда ты не можешь одну штуку соотнести со второй штукой. Почему не можешь? А почему ты можешь? Как ты можешь? Но если у тебя субъекты эти разные, то у тебя первая ситуация никак не связана со второй ситуацией. Обе ситуации связаны с тем, что есть взаимоотношения между нами и миром. Просто первое взаимоотношение связано с взаимообразованием мира, а второе связано с его постижением. Нами-то есть все-таки. Но почему мы-то составляем одно? А почему мы не составляем множество? Вообще у субъектов-то не много. Потому что если субъектов у тебя два разных, то тогда у тебя нет то нами. Подожди. А раз на... А почему ты здесь-то не протестовал? Если способностей много, и каждый способ соответствует свой предмет, то и субъектов тогда много. Потому что каждой способности, вообще-то говоря, если быть последовательным, должен соответствовать свой субъект. Нет, я просто когда говорил, что если у тебя предмет и акты различаются между собой по помощью мышления, то у тебя субъект один, то самое мышление. А если у тебя акты предмета не соответствуются чем-то другим, например, зрение отличает в самом себе, и предмет, который она видит, то есть она, собственно, себя как зрение... А как зрение может быть субъектным? Тогда у тебя субъекты разные. Подожди, подожди, давай так вот. Есть акты. Сами акты же не могут быть субъектными. Ты можешь сказать, что субъектом и акты являются? Субъектом является... Что такое способность? Почему я говорю вообще о способности? Есть некоторое непонимание. Я же не говорю о таких способностях, как и одаренности. Я говорю по смысле способности, что субъект, у него есть как зонды. Вот один зонд есть, другой зонд, третий зонд есть. Он посылает эти зонды из мира, как бы выхватывает, что может выхватить. Непонятно, каким образом. То ли он выхватывает как... Но в этом акт послания зонды в нем способен. Суть вопроса состоит в следующем, на самом деле. А один ли это субъект, который зонды посылает, или каждому зонду соответствует свой субъект? Что такое субъект? Это же причина. Причина. Всякий раз, когда мы понимаем, что субъект это причина или источник актов. Причина-источник. Вообще говоря, каждому виду актов с феноменологической точки зрения. Потому что сам субъект нам непосредственно-то не дан. Нам даны всегда его акты. Вот акты есть, они разные. Если акты разные, и есть причина или источник разных видов актов, то у каждого вида акт должен быть свой субъект. Логически. И потом мы должны доказывать, что, допустим, вот есть субъект один, то есть субъект мышления, есть субъект восприятия, что они равны. Это должно быть второе высказывание. Первое высказывание должно быть, что субъектов много. Умышление субъект М, восприятие субъект В. Это первое. А второе, если, допустим, философия последовательная, она должна доказать, что субъект мышления и субъект восприятия это один тоже субъект. Теперь ты должен это доказать. Если я тебе поставил такой вопрос, что каждая способность соответствует свой предмет, и, соответственно, каждая способность как деятельность имеется в некую устойчивую вещь? Вопрос, он состоит таким образом, что в каждом акте, в каждом зомби, в нем каким способом сам акт отличается от предмета? С помощью чего? То есть вы тут как вот это различие из них? Да, да. Я так как раз говорю, что в классической фронтсофии, которую ты не принимаешь, при помощи мышления это происходит. Именно поэтому они относятся к этому. А почему мышление, а не сознание? Да, потому что мышление. Есть в это мышление. Сознание это НИЧТО. Другое противоположие. Сознание у тебя стало сразу субъектом. Да, сознание самому субъектом. Согласен. Согласен, что сознание... Когда ты хочется говорить о сознании... Ну, видишь, когда о мышлении говоришь, то таким образом у тебя есть зрение, слух, что-то еще, они у тебя получаются неравноправны в ряду способностей рядом с мышлением. Понимаешь, да? Да, подожди, подожди. А мышление становится над ними. Над ними что-то. Потому что именно в этом самом акте оно различает, собственно, акт от предмета. Давай возьмем Гигель. Чего только уходить? Для того, чтобы просто не говорить белословно. Потому что иначе мы будем спорить о том, что на самом деле говорится. Гигель, что есть в сознании? В сознании есть отношение знаний и предметов. Да. Правильно? Да. То есть, на самом деле, вот это различие актов, да? Что такое различие актов и предметов? Знаний. Вот это вот чувство предоставить. Акты – это знания? Акты – это знания, правильно? А там предмет. А тут предмет. Так сознание их различает, а не мышление. Да, да. Ну, по помощи чего оно разрешает их? По помощи мышления. А почему у тебя сознание сразу стало субъектом? Потому что как оно еще может иначе себя развить? Подожди, а почему сознание сразу субъектом стало? У него уже нет. А у Гигеля же ведь есть «этот», «я» же есть. Гигель же уже так. «Я» направил свой интерес. Я – это знание. Я – это знание. Нет, ну Гигель говорит, помнишь, что Energитads вы сказали? Нет, я – это знание. Он говорит про «я». «Этот» говорит. «Этот». «Этот» направлено на «это». У него же ведь так. Так вот «этот» – это субъект, а «это» – это как бы объект. Ну ничего, ничего. А это акты. Акты – это знание, а это предмет. Нет, 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 нет. Где тут мышление? Мышления здесь нет. А этот и аг.т это одно и то же. А почему? Потому что как у Гегель. Ну как это. Этот и знание одно и то же же… Да! Это и знание одно и то же… Э jeden и знание одно и то же. Конечно. А как насчёт этот? Ну а как именно этого появится вообще… Весь предмет и знание о нём. Вот и есть это и этот и этот… А что но у тебя тогда самосознание? А? Самосознание это что такое? Вот он говорит о самосознании потом, в определенный момент… Ну он самосознаниеу позже говорит… Ну неважно он, второй план.. Но у него уже в каждой форме присутствует вся ситуация. А самосознание, это когда она в качестве у тебя предмета... У тебя же получается самосознание? Самознание. У тебя получается не самосознание, а самознание. Да, самознание, да. А оно должно быть самосознание? Потому что у тебя знание и со-знание, типа того что... Это не одно и то же? Или у тебя одно и то же? То есть... Сознание — это знание, дающее «себя» чего, то что оно знаете? Ну вот видишь, вот это и странно. Почему? Ну потому что, ну почему? Ты хочешь сказать, что сознание — это равно самосознающее знание. Сознающее себя. Знание, да. Сознающее… Сознающее себя знание. Себя знание. Да. Вот это и странно. Это и я хочу сказать. Правильно, я согласен. Понимаешь, вот это высказывание, если его брать в своей чистоте, это высказывание безотносительно к процессу познания. Это вот как бы, если мы говорим, вот есть некое знание, если мы говорим о том, как знание соотносится с реальностью, то вот можно такого высказать фразу. А когда мы говорим о реальности познавания, мы ведем речь о том, что есть некий субъект, который постигает объект. Где тут субъект у тебя? У тебя субъект и знание – это сознание одно и то же. На самом деле, субъект и сознание одно и то же – это на самом деле правильно. И просто как бы... Опять же, ты как бы... Но оно сознает себя... Только неправильно вот это вот. Я считаю, что это невероятно. Сознание сознает себя как? Мне кажется, что нельзя сознание со знанием равнять. Сознание, создающее себя знание. Сознает оно себя знание. Но опять вспомним классику, да? Что у тебя есть предмет с одной стороны, с другой стороны есть форма данности этого предмета в пространстве и время, и собственное мышление, говорит Фихтер. А собственное мышление – это что такое утверждение того, что предмет есть? У тебя сознание такое… А я хотел сказать, вот, в правилах, Болодька, извини, сейчас я раздавлю instructional开ublika, я хотел сказать, вот это, что предмет есть, говорить не мышление, а сознание. Я хотел сказать. В точности против того, что сох wheat. Бывает-то оно при помощи чего-то... При помощи мышления. Нет, говорит оно в помощи языка. Йlıorn Language iZn Язык она говорит при помощи, если она ещё что-то говорит, как бы при помощи языка. Т.е. вот эта вот функция... То есть, у тебя всё-таки нет? Нет, у тебя есть только. Пути высказывается с позиции сознания. Подожди, у тебя есть пример, ты есть некая произвольно-языковая деятельность. Не-не-не, изыковая деятельность здесь ни при чем, ты просто тебя поправил. Ты же говоришь, сказал. У меня есть вот, условно, есть сознание, я буду рисовать руку сознания. Оно, сознание, различает объект и бытие. То есть только с позиции сознания вот это различие дано. Если так вот, как бы, различие нарисуем такими. Да-да-да, но оно каким образом его различает? Тем, что говорили, что предмет есть. То есть объект, в смысле. Да. Ну, да, правильно. Предмет, предмет есть. Таким образом у тебя мышление... Не-не, как оно, а зачем оно уже высказывало? Вот это есть простей шаг мышления. Я, не подожди, а оно просто видит, что оно есть. Зачем его различать? Сознание и есть пространство различий. Видит, видит. У тебя... Сознание и есть пространство различий. Фихтер у тебя в этом простом случае, у тебя, Фихтер всегда говорит о том, что именно у тебя предмет есть. Предмет есть. понимаешь что тут сложно стоит в том что на самом деле за сознание всегда следует мышление сначала как бы сознание видит различие а мышление потом это различие берет как мысль что предмет есть это уже мысль а вот этой ситуации которые не ничего не видит сознание есть пространство взрыв есть мысли зрения нельзя убить предмет его look и я вам magnificent unit и услышите вы можете осознавать вы смотрите надо desenvol losers нравится вы Darlingmar Все, что мыслится, становится мыслью. Почему? Предмет мыслится у тебя? Еще раз говорю. Предмет мыслится и становится мыслью. То есть, это два разных предмета. Два разных предмета. Один предмет существует вне бытия, а второй существует вне... Нет, я же тебе сказал, каждый способен соответствовать свой предмет. Предмет мышления является мыслью, предмет воспринятия является чувственный предмет. А приток осознания видит объект, вот возникает слово объект, и различие объекта и бытия. Почему объекты? Потому что в объекте собраны, вот смотри, вот сюда вот в объект собраны и чувственный предмет, который видит это восприятие, и смысл, который дает мышление, и воображаемые какие-то особенности, которые дает, допустим, представление и так далее. То есть вот этот предмет, объект точнее, он является синтетическим. Понимаешь? И только сознание видит различия, которые вот здесь разбиты на предметность, и различия вот все это содержатся за пути. Нет, это все, как оказалось, что сознание отличает себя от предмета в неком акте непосредственности. Вот, вот. Тем способом, что... Хороший разговор. Сознание отличает себя от предмета. Это означает, что он у всех предметов находится. Тем способом, что полагает предмет в качестве существующего. Правильно. Положить его в качестве бытия, это значит, что сознание отличает себя от предмета. И если это прав протокол, ты говоришь то, что я высказываю. Ну как я... Сознание отличает себя от предмета и отличает предмет... Я просто хочу сказать, что оно делает это как бы в мышлении, получается. Почему мышление? Сознание отличает себя, или сознание фиксирует разницу? Сознание... Сознание отличает и себя от предмета. Сознание отличает и... И многообразие способностей отличает. Сознание отличает и сам объект от... как содержательность от бытия. То есть сознание... Сознание одновременно и есть вне себя, и одновременно, для того, чтобы он могло создавать себя, оно одновременно должно быть вне себя, и одновременно оно отличает бытие от мыслимого. Ну, от множества чувственных спираний. Я это понимаю следующим образом. Сознание... Что такое? Вот есть сфера сознания, это все, что есть, да, как бы там. Ну, тут надо было бы рисовать правильно вот так, вот фокус как бы и периферия, но даже вот если на фокусе периферии пока не останавливается, чтобы не запутанное дело, вот сознание есть, да. Вот то, что ты говоришь, это происходит внутри сознания. Вот это вот то, что сознание как бы отличает само себя от объекта, оно происходит внутри сознания. И отличие это происходит тем способом, что внутри сознания вот это вот различением есть, как в пространстве. Как вот два электрона отличаются в пространстве? Два электрона по сущности одно и то же. Но они различны тем, что оно внутри пространства, в различном месте находится. Так же и здесь. Отличие состоит не в том, что, как Игорь говорит, нужна констатация мышления. Игорь Жрачом говорит, что мышление констатирует, что они различны. А я говорю, что нет, констатация происходит самим тем, что в сознании возникает вот эта вот ситуация, отношение. Само отношение себя различает. То есть оно само различено по факту, ипсофактам, говорят в этом латинском языке. То есть самим фактом сознание, они различены. Не на какой внешней констатации не нужны. Для сознания такая внешняя констатация не нужна. Но для мышления такая констатация нужна. И вот если бы эта ситуация была ситуацией мышления, если мышление различило смысл один и смысл два, то чтобы это было для нас, нам нужна констатация сознания. То есть сознание есть та инстанция, которая констатирует всякое различие. Потому что все есть только тогда, когда на него направлено сознание. То есть когда сознание есть, есть различие. Но само сознание констатирует само себя. Нет другой инстанции, которую сознание констатирует. Потому что сознание есть констатирующая инстанция, как та инстанция, которую я рисовал. Что сознание воспринимает. Вот она, вот она инстанция. И вот эта инстанция воспринимающая, это на самом деле констатирующая инстанция. Констатирующая или свидетельствующая инстанция. инстанции. И для этой свидетельствующей инстанции уже нет другой инстанции выше нее, которая ее констатирует. Она сама себя констатирует. Это сфера сознания. То есть сознание само себя констатирует, но оно констатирует также и все другие способности. А у Игоря получается, чтобы сознание констатировало вот это различие, нужна еще другая способность мышления, которая будет тут из меня ее констатировала. Почему? Потому что классические философии сознания и мышления, они как бы склонны ее отождествлять, Иногда она раздождествляется, иногда дождествляется. Но в массе своей все-таки они склонны их отождествлять. И поэтому действительно получается, что мышление констатирует то, в числе и различие, как у физика. Что мышление полагает, что предмет есть. Сначала предмет возникает из познавательных способностей, пространства и времени. А потом оно полагается как бы во мне, как он есть. Как бы так производится конструирование. А на самом деле, как бы, на самом деле, именно этим занимается сознание, а не мышление. Именно сознание разворачивает всю вот эту вот конструктивность, если выражаться термином «канда». Задача мышления в чем заключается? Задача мышления – удерживать смысл. Мышление, вот есть некий… Вот смотри, вот, допустим, вся наша способность, она существенно, как бы, Игорь же правильно говорит, существенно разбивается на способность восприятия и способность мышления. Способность мышления – это смыслы, а способность восприятия – это вот, ну, как бы, вещи. Твердость, светлость. Да, ну, материальность, там, всякое-то там, чувственные данные. Вот. Вот это все удерживается способностью восприятия, а это все удерживается способностью мышления. Так вот, мышление – это просто есть способность, которая удерживает смысловой контекст. И все. И она движется в этом контексте. Такая способность, которая удерживает смысл, связывает эти смыслы, и движется от смысла к смыслу. Больше ничем она не занимается. Это операционная способность, как бы, которая движется внутри смысла. есть другая способность которые движутся внутри восприятия вещи это от вещи к вещи от одной там с цвета другому от звука звуку и так далее договорить 2 операционные способности существенно различные а чем занимается сознание сознание как раз она во-первых и их различает во вторых вообще вообще вся вся все различие которые везде есть все удерживается сознание то что знание то есть пространство различий пространство как я говорил пространство отношений именно сознание как бы удерживать все различие том числе и даже фундаментальные различий который связан с различие сущего и дети это все различие с позиции сознания то есть сознание то способность она лишь она не активная способность, она как бы пассивная способность, да, но у нее есть и некая активность, которая называется внимание, о которой я сейчас говорить не буду. Вот если брать ее только с пассивный аспект, пассивный аспект состоит в том, что всякое различие, которое мы находим где бы то ни было, дано именно в сознании, развернуто именно в сознании, только в сознании. Первоначальное, конечно, различие развернуто в восприятии, естественно, да, но восприятие оно развернуто в бесконечной полноте, как бы нам недоступно. А нам доступна только то развернуто, которое так же сознается, я различал перцепция и перцепция. Нам никак не доступна, нам доступна только перцепция. Нам дано бесконечное количество перцепций, мы можем углубиться в глубину какого-то отдельного участка, или просто ходить по этому миру, это бесконечное количество информаций. Это реальная развернуто восприятие. Но для нас на самом деле, нас существует только через сознание, А сознание, оно не берет всю эту бесконечность. Оно берет и, кажется, ограничивает ее. Я в прошлый раз рассказал, что есть ограниченное количество отношений. То есть, оно берет это пространство точек, я говорю, вы у вас Oxücht пространство точек. Он берет это пространство отношений, то есть, как конечное многообразие. И вот уже с этим конечным многообразием мы и живем, реально. Чем ограничивается сознание? Различное мы созданием различных объектов. И почему оно ограничено, сознание? Да. А потому что наша жизнь из чего состоит? Нам же важно, допустим, самосохранять, нам важно дробь продолжать. Есть какие-то конкретные цели, и эти цели диктуют, что нам не нужна вся совокупность данности. Берем данность только так, в том аспекте, который нам интересен, которая нам нужна. Про религиозный человек всю эту данность будет преломлять в плоскости своих идей религиозных. Чуть-чуть, это человек-ученый будет с другой, это бы того человека. То есть создание в своей работе ограничивается чем-то еще? Да, то есть сознание ограничивается. Ну вот откуда она вообще берет эти все установки? Она установки берет, может кто-то обсуждать, есть какие-то, наверное, у каждого человека свои какие-то представления о том, что важно, что не важно. А есть вообще социальные доминанты. То есть сознание является чем-то зависимым от внешнего мира? Сознание, скажем так, зависимо от культуры, зависимо от языка. От внешнего мира не важно. Мы сознаем только то, скажем так сказать, что как бы считается нужным сознанием. А много чего мы просто не сознаем. И вообще говоря, предыдущие культуры отличались тем, что многие вещи, которые сейчас мы допускаем в сознание, они просто не осознавались, их просто вытесняли. Вообще весь разговор о сознании и вытеснении здесь возникает. Это я понимаю. Я это к чему веду? К тому, что получается, что сознание само определяется восприятием. Ну, конечно, сознание мир же не творит. А как оно? Мир творит, что ли? А сознание воспринимающая способность. Здесь можно взять, если абсолютного субъекта взять, то абсолютный субъект находится в точно таком же отношении, только он просто мир весь творит. Абсолютный субъект, он творит мир. Но в каком-то отношении есть какая-то аналогия между тем, как абсолютный субъект мир творит и между тем, как мы, например, его воспринимаем. То есть, можно говорить об абсолютном сознании, которому весь мир развернут, как бы, и весь он во всей полноте там. Вот тот мир, который нам дан восприятие, как бы, вот, можно говорить, что если бы можно было во всю ширину развернуть, то это было бы абсолютное сознание. А у нас сознание конечное, да, у нас вот фокус в некоторых есть. Ну, дело даже не в фокусе, фокус и пироги – это другой разговор. Дело в том, что просто вот есть некая сетка, да, если так можно выразиться, причем сетка деятельная, не сетка в смысле как вот, как какая-то сетка там, как рыбу ловит, да, там, все это не входит. А сетка в смысле деятельность. Вот мы смотрим на мир, да, и мы видим его уже как какой-то мир конечных сущностей. Понимаешь? Для нас уже сразу данные, мы не говорим, вот я вот вижу там, допустим, перед собой аквариум, я уже не вижу, я могу сказать, что я вижу какой-то, как их любят говорить, какой-то профиль, да, там, многообразие каких-то данностей там. Что-то там так виднеется, сяк виднеется, в таком угле, в другом угле, ну, бесконечно описывать могу. Но мы так не видим, мы сразу видим непосредственно этот аквариум. У нас возникает проблема только в том случае, если мы встречаемся с незнакомым предметом. Вот незнакомым объектом, точнее объектом, да, потому что для сознания есть объект. Как бы вот я просто сейчас предлагаю, это развлечение объектов и предметов, оно связано с тем, что предметы даны способности. То есть способности как бы набрасываются на объекты, и из объекта только вот свою предметность в это выдергивает. Это видится там, у него какие-то смыслы внутренние есть, что такое смыслы, это отношение внутри различных видов. Взаимоотношение этого объекта с другими объектами, взаимоотношение внутри этого объекта, да, вот как бы вот. Вот каждая способность выхватывает из этого объекта свою, свои аспекты. А вот весь собранный как бы синтетический объект, он дал только сознание, потому что сознание понимает, что этот объект, он как бы то, что называется, единственный. А мышление для нас еще что делает? Мышление выхватывает смысл. Как этот объект с другими объектами соотносится, как он наверху внизу, как он там, как у него внутри части соотносится, как он там работает, не работает. Но у него вот есть какие-то категории, он по категориям его разбивает, по категориям. Место, время, не там. Без мышления предмет будет существовать для сознания? Конечно будет. Мышление вообще способность, операционная способность. человека нет мышления получается что если если мышление если мышление не соберет чувственное восприятие мышление синтезирует не мышление сознание все синтетической функции как вот я теперь это понимает вообще как мы тут до этого дошли все все синтетики все висит находится в сознании мышление это что-то создание собирает в кучку цвет смысл и смысл туда и мышление внутри мышление существует сознание то есть мы удалились в мышлении и мы думаем что такое мысли что ли нет мы одновременно сознаем различие это друг двух смыслов вот все смыслы мы различаем каким образом только сознаем мышление ничего ЕГО DEPU www. France.ru удерживает контексте все а все остальное делу сознано удерживается по тексте все различие все сеточку различий держится сознание сознание есть везде сознание нево нет не возможно реагировать нужно что мышление существует без сознания не существует она так мышление это операционное способно осознание здесь сразу, а смысл Поскольку в мире есть отношения. Всякое отношение это и есть смысл. Вверх-вниз, право-лево. Большое-маленькое. По категориям разбивается. Категории откуда взяться? Что такое категории? Мы же даже обсуждали в Аристотеле. Что такое категории? Это аспекты, по которым разбирается дело в суде. То есть на самом деле категории это не из головы придуманные. Это не врожденные нам какие-то принципы. Это принципы полученного опытным путем. Разбирается дело, оставлен виновным. Какие аспекты нужно рассмотреть? Где, когда, кто? Страдал он или действовал? Вот что такое категории. Категории это аспекты самой реальности. В самой реальности есть аспекты. Эти аспекты мыслятся. Потом эти аспекты смыслы просто выдернуты и так, да, для того, чтобы других людей обучить этим аспектам. Да и это называется мышлением, называется понятием. То есть понятие это не есть нечто такое особенное. Это вообще аспекты мира. Все взятое из мира. Поэтому мышление это обыкновенная способность. Это мы просто, благодаря классической философии, мышлением гипертармфируем. Мы считаем, что благодаритель вообще там довел до того, что все свел к логике. И все стало мышлением. Но это неправильный разговор. Мы зря гипертармфируем это мышление. Потому что, значит, способность. То есть, из мира смысл. Да. Именно так. Смысл именно под смыслом. Отношения, аспекты реальности. Ну, есть. Ну, вверх-вниз, где есть. Говори, что это тебе весело. Вверх-вниз, право-лево. Дальше, ближе. Все это аспекты. Много аспектов других там. Такой-то угол, другой-то угол. Я не знаю. Сильно, более интенсивный, менее интенсивный. Там. Энергичный, менее энергичный там. И так далее. Все эти аспекты, на самом деле, эти аспекты взяты из мира. Ну, конечно, не просто из мира, а из нашего отношения к миру. Есть отношение вещей и отношение вещей к нам. Вот это, есть, все, как бы, как говорит Кадиги, все сводится к человеку естественному образу, да? Все в каком-то смысле отсылает к человеку. Топор, томат. Отсылает к возможности рубить, да? То есть, мышление, мышление, энергии, смысл? Смысл мира или смысл взаимоотношения? Все миры. Мышление вообще все, какие только смыслы есть. И внутренние смыслы, внешние, любые смыслы, даже они способны, которые просто улавливают такую вещь, как смысл. Она есть. Это мышление. И эта сфера, она замкнута. Мышление куда не направится. Если мысление направляется на стул, то она видит в стуле только мысль стул, и все. И больше еще она не видит. Или мы видит в связи с этим мыслью стул, видит... Что тут? Оно видит мысль стул, или оно конструирует из чувственных восприятий мысль стул? Ничего она не конструирует. Мысль это сама... Ты хочешь сказать, что в этом стуле уже сразу есть мысль стул, да? Без учета того, что ты видишь его форму и так далее. Если ты закроешь глаза, ты же не увидишь стул. А почему не спорно? Уже заранее у тебя в голове есть определенного рода профиль, какой-то профиль. У тебя связано с понятием стул. У тебя уже заранее это есть. Если предмет тебе знакомый, ты просто узнаешь его и все. А если предмет тебе незнакомый... Ты хочешь сказать, что у человека с рождения есть все в голове? Нет, без рождения. И стул, и машина. Одным-то берутся. Научение, опыт. Тебя научили видеть стул, как бы... Видеть в определенном объекте стул. Тебе научили. Вот это тебе показали, посмотрите, стул. Второй раз, третий раз. Так как ты понял это? Я и говорил, допустим, я, скажем, если я закрою глаза, и мне и направлю, так сказать, свое восприятие звуковое, чувствительное на предмет стул, то я стул не увижу. То есть мышлением я стул не... Мысль в стул не возникнет. Возникнет все что угодно. А ты не можешь просто никуда ничего не направлять, лежа на кровати, как бы помыслив в стул. Не можешь просто без... Нет, стул я могу помыслить только в чувственных восприятиях. То есть стул для меня. Ну а как, стул то, на чем сидеть. Нельзя просто так помыслить, безотносительно, как бы, реальных стульев. Вот даже ни одного стула на земле нет. Но ты помыслил, что неплохо было бы такое вот нищие, на чем можно было бы сидеть. Потому что стул это некая функциональность. То, на чем сидят. Как мысли. Определение то, на чем сидят, это стул. Вот ты сейчас сидишь на диване, в каком-то смысле, как бы, ну это, можно так обобщить. Все это является разнообразием понятия стул. Нет, я понимаю, это я понял. То есть существует не конкретный стул, а есть именно... Есть функция, есть функция сидеть. Смысл. Да, есть смысл некий. Функции, можно выразиться, да, то, на чем сидят. Это функция. Она не зависит от того, как он выглядит. Один стул, вот есть одна идея стула на всей земле. Это я к тому введу, что мышление, в данном случае, получается, независимо от чувствных восприятий. Никак не зависит. Вообще никак. Вообще никак. Параллельно они работают. Чувственные восприятия работают отдельно, мышление отдельно. Мышление, потому что работает со смыслами, а чувственные восприятия работают с этими... Ну, с образами, звуками, да. Поэтому мы можем сконструировать стул любой формы. Ну, самое интересное, это может быть. Тоже аспект важен, наверное. Ну, самое интересное, интересное... Отсюда, я имею в виду, что отсюда возникает способность этого самого. Способность создавать. В чем состоит синтетическая способность, самое важное? Синтетическая способность все считали всегда, и считали, что это мышление. А на самом деле это... Сознание. Ну, как вот мы думаем, это сознание. Мы как раз на этом встанем. Спасибо. Спасибо.